Портал Госуслуг задуман как ресурс, благодаря которому любой желающий может как минимум получить информацию о возможности той или иной госуслуги, ну а как максимум упростить и ускорить ее получение, сведя необходимость посещать чиновничьи кабинеты к минимуму. Госуслуги – тема нашего сегодняшнего разговора, а к нам в гости в город С пришел Дмитрий Балькин, заместитель начальника управления МВД России по Самаре, полковник внутренней службы. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич. Добрый вечер. 202 11 22 – это телефон прямого эфира, мы ждем здесь ваши вопросы. Я читала ленту новостей и увидела, что в разных регионах России полицейские проводят такие акции по разъяснению актуальности госуслуг, возможности их получения, разъясняют какие-то подробности, но мне кажется, что у нас полиция все-таки ассоциируется с охраной правопорядка, а вовсе не с какими-то услугами. Статья 1 закона о полиции действительно предусматривает, что основная задача полиции – это защита жизни, здоровья, прав и свободы граждан, охрана общественного порядка, общественной безопасности и борьба с преступностью. Но наряду с этим органы внутренних дел оказывают еще и государственные услуги, в число которых входят государственные услуги, связанные с подразделениями, вновь влившимися в систему органов внутренних дел по вопросам миграции. Это выдача и замена российских паспортов, выдача и замена заграничных паспортов, регистрационный учет граждан Российской Федерации и регистрация иностранных граждан по месту пребывания. Не ушли от оказания государственных услуг. Также у нас регистрационно-экзаменационные подразделения, которые оказывают услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, по выдаче и замене водительских удостоверений. Ну и такие госуслуги, которые оказываются органами внутренних дел, это выдача справок осудимости и по добровольной дактилоскопии. Поэтому вот перечень этот определен правительством Российской Федерации и необходимо этим перечнем пользоваться. Не влияет на охрану правопорядка? Как не влияет? Влияет то же самое, но в лучшую сторону. Я напоминаю, телефон прямого эфира 202-11-22. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Балькин, заместитель начальника управления МВД России по городу Самаре. Звоните к нам, если у вас есть вопросы, а говорим мы сегодня о госуслугах. Вы уже, в принципе, перечислили перечень как раз этих услуг. Я сегодня тоже смотрела на вашем сайте, их 12, по-моему, да? Да. Какие из них все-таки наиболее актуальны и пользуются спросом населения? Ну, наиболее востребованные, конечно же, я уже говорил, что это государственные услуги, оказываемые подразделениями миграции и подразделениями Государственной инспекции безопасности дорожного движения. В этих подразделениях правительством Российской Федерации принято решение о том, что если граждане Российской Федерации входят на портал государственных услуг и пользуются этими услугами, то снижается государственная пошлина на ту или иную услугу. То есть на 30% у нас и в том, и в другом случае по линии Госавтоинспекции и по подразделениям по вопросам миграции снижается государственная пошлина. Если паспорт гражданина Российской Федерации стоит там 300 рублей и государственная пошлина, если вы через портал государственных услуг заходите, то это, соответственно, 200 рублей. Если заграничный паспорт 3,5, то, опять же, он получается на 30% дешевле. Если детский загарный паспорт 1,5 тысячи, то здесь получается 1000 рублей. Точно так же и в подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения на 30% все операции дешевле получаются. И замена и получение водительского удостоверения с 2000 снижается. И весь полный перечень, начиная от замены паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации, выдачи государственных регистрационных знаков. И моменты, связанные с ожиданием оказания этих услуг. Действительно, граждане сами выбирают себе время, когда им удобно прийти, когда удобно посетить помещение и здание, где расположены наши подразделения, и получить все необходимые документы, на которые люди рассчитывают. Ну а давайте, предположим, кто-то не зашел еще ни разу на этот сайт, а человек нуждается в том, чтобы поменять. Ну, про паспорта заговорили, да, как самая актуальная услуга. Вообще, как это происходит? Вот что надо сделать для того, чтобы поменять паспорт? Все равно же компьютер тебе не выдаст паспорт. Конечно. Прежде всего, нужно зарегистрироваться на сайте государственных услуг. Заходите на сайт государственных услуг, там вводите свои паспортные данные, данные со СНИЛСа, которые у вас имеются, и отправляете все туда на регистрацию. Вам обратно приходит рассылка о том, что вы зарегистрированы на сайте государственных услуг, и вы можете уже начать пользоваться услугами, которые не требуют подтверждения. Чтобы пользоваться услугами по вопросам подразделения, по вопросам миграции и регистрационно-газимационного подразделения, необходимо получить подтверждение. Подтверждение эти получаются или в любом отделении связи, или в многофункциональных центрах, которые у нас открыты в городе Самаре. Но мы сейчас для удобства, чтобы люди приходили к нам и пользовались государственными услугами в электронном виде, подтверждающие центры создали практически во всех подразделениях, которые оказывают государственные услуги. В настоящее время у нас подтверждающие центры есть в регистрационно-газимационном подразделении. То есть если гражданин приходит в регистрационно-газимационное подразделение, то же самое со своим паспортом и со СНИЛСом, мы его регистрируем на портале госуслуг, он становится полноценным пользователем портала государственных услуг, и в этот же день может получить любую услугу по регистрационному подразделению, по вопросам миграции, уже получить в электронном виде, прямо в этот же день и в этот же час. То есть если он приходит в наше подразделение и имеет на руках СНИЛС и паспорт, все подтверждение ему ни в каких многих функциональных центрах выделения связи на почте, точнее, уже не требуется. Ну вот, кстати, главная эта засада по жалобам зрителям – это как раз получение кода активации. И до недавнего времени, насколько мне известно, существовало три варианта. Нужно было либо ждать по почте письма, либо нужно было пойти в Ростелеком, либо там что-то нужно было еще делать. Да, да, да. Теперь все делается в режиме онлайн в наших подразделениях. То есть в любом подразделении по вопросам миграции у нас их 9 по городу Самары, в каждом районе оно есть. В любой дежурной части тоже самое 9 дежурных частей находятся в каждом районе города Самары. И в регистрационном подразделении на республиканской. Нужно прийти и сказать, что мне требуется код подтверждения тоже, чтобы было совсем... Приходите и говорите, я хочу зарегистрироваться на портале государственных услуг и хочу получить государственную услугу по регистрации своего транспортного средства. Сотрудник поможет вам набрать все установочные данные ваши, зарегистрирует, делает код подтверждения, и он имеет право на такую функцию. И дальше вы заполняете уже заявление, привязываете свою карточку к порталу и оплачиваете с карточки с 30% скидкой уже госпошлину, связанную с тем или иным мероприятием, которое вам нужно провести. Сегодня ведь не только молодежь, но и люди пожилого возраста хотят, наверное, пользоваться такими услугами. И как раз многих пугает именно то, что человек не разберется с этим, не сможет разобраться самостоятельно дома. Там все достаточно просто. Вы регистрировались? Конечно. Сколько времени у вас ушло? Ну, у меня ушло буквально 15 минут. Через 15 минут я зарегистрировался, ввел свои установочные данные, и потом еще, наверное, минут 10 или 15 мне приходило подтверждение о том, что я зарегистрирован на портале. Но подтверждаться я потом подтверждался уже у себя. Предположим, человек хочет получить загранпаспорт, он зарегистрировался, все хорошо. Заполнил, наверное, все анкеты, которые для этого требуются. Фотография. То есть он уже потом придет в указанное время только получить паспорт? Нет. В назначенное время у него забираются все документы, которые уже инспектор ему живьем говорит. И фотографирует и определяет время, когда уже прийти получать соответствующий документ. Это касается загранпаспортов и паспортов гражданин Российской Федерации. По регистрационным действиям там все проще, там один раз придется приходить. То есть все-таки нельзя все дома сделать, не выходя никуда? Ну а как же, документы вы должны же получить, регистрационный знак должны получить на автотранспортное средство, водительское удостоверение. Фотографироваться можно тоже на компьютере и все анкеты заполнить. Это все заполняется через портал. Хорошо. Правильно ли я понимаю, что все действия с паспортами на портале госуслуг возможны только для граждан Российской Федерации? Да, правильно. Так. А как тогда быть мигрантом, куда им обращаться? Для них это условно недоступно. То есть мигранты, они каким образом? Для мигрантов у нас какие услуги предусмотрены, которые не входят в перечень государственных? Это постановка на миграционный учет. Это когда у нас мигранты прибывают на территорию Российской Федерации, они у нас куда прибывают? Или к людям, которые их принимают, принимающаяся страна, частное лицо, или в гостиницу приезжают, или приезжают на предприятие работать. То есть руководитель данной организации, куда принял мигрант или частное лицо, к моему гостю, приехал в течение 7 дней, должен умедлить подразделение по вопросу миграции, что к нему прибыл иностратный гражданин. И, то есть поставить его на миграционный учет. То есть это должно быть определено в течение 7 дней. Дальше, если цель его прибытия – это работа на территории Российской Федерации, то ему необходимо будет получить патент на то или иное, значит, трудовое деятельность, которым собирается территория Российской Федерации заниматься. У нас данные мероприятия проводятся на улице Кабельной. Центр там у нас создан по вопросам, в том числе и работы с иностранными гражданами. И все остальные моменты уже потом, после получения этого пациента, идут разрешения на временное проживание. Это все оформляется уже на Гагарин 66. Это что касается по мигрантам, которые пребывают на территории Российской Федерации. Здесь я вам разъяснил более чем подробно. Чего-то у нас звонков нет. Почему-то нет у нас звонков, спрашивает Дмитрий Балькин, заместитель начальника управления МВД России по городу Самаре. Именно он сегодня в гостях у нас в городе АЭС. Говорим мы о госуслугах, о возможности быстро, без очередей, поменять паспорт, получить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство. Ну и на самом деле много чего еще. Поэтому если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, звоните к нам 202-11-22. Очень много нареканий на самом деле. Знаете на какую тему по порталу госуслуг? Человек вводит все данные, вводит свой паспорт, ему портал сообщает о том, что нет такого паспорта, нет таких паспортных данных, данные не верны. Ну в настоящее время эти шероховатости устраняются. Они были достаточно часто, когда совмещались у нас же подразделения по вопросу миграции, это вновь влившиеся в органы внутренних дел подразделений. И когда происходило вот вливание, совмещение, были некоторые шероховатости. Сейчас практически, вот на моей памяти, таких недостатков уже нет. То есть они практически уже с каждым днем все более сглаживаются и сглаживаются. Таких вопросов больше не возникает, что паспортные данные там не совпадают. Или при повторном введении паспортных данных, в любом случае, все это проходит уже. Также есть нарекания о том, что вот сроки оказания этих самых услуг очень длинные. И что 30 дней, например, это очень много. И в чем тогда удобство непонятно людям? Здесь, скажем так, вот 30 дней у нас идет по подразделениям по выдаче справок о судимости. Вот эта услуга предусматривает 30-дневный срок. И то сейчас с учетом того, сколько людей обращается, эта услуга оказывается гораздо быстрее. По подразделениям по вопросам миграции и по подразделениям по Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Там вам дается на выбор даты, и вы сами выбираете ту дату, когда вам необходимо прибыть в подразделение, когда вы заполняете все свои установочные данные. Там 30-дневного срока нет. Там или завтра, послезавтра, или же тот день, который вы уже выбираете. На ваше усмотрение. У нас даже сейчас, почему люди в настоящее время так, мое личное мнение, что мало через портал общаются, мало через портал обращаются. В принципе, мы стараемся выдержать установленную законом Российской Федерации 15-минутную квоту ожидания, которая у нас позиционируется и в подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения. То есть твое ожидание в очереди не должно, точнее, превышать 15 минут. И точно то же самое и в подразделениях по вопросам миграции. Талончик получил, и в течение 15 минут сотрудник того или иного подразделения, входящего в органы внутренних дел, должен оказать себе государственную услугу. Ты в течение 15 минут должен покинуть здание органов внутренних дел. Если такие моменты, вот граждане, которые, например, сейчас нас смотрят и стоят больше в очереди, или в РЭУ, или в подразделениях по вопросам миграции, я прошу позвонить, сообщить нам. Можете, кстати, прямо звонить нам сейчас. Да, можете звонить сейчас. Да, кстати, Дмитрий Иванович, вы хотели в формате онлайн пообщаться? У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, могу ли я поменять водительское удостоверение ранее установленного срока на вашем портале? Да, можете. Это законно не запрещено. Если вы зарегистрированы на портале государственных услуг, пожалуйста, вводите свои установочные данные и меняйте водительское удостоверение. Раньше даже, чем установленный срок. Можете прийти в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения на Республиканскую, туда, в наше регистрационное подразделение города Самары. Если хотите, через портал, чтобы вам было это дешевле, тогда с собой берите паспорт из НИЛС и с 30% скидкой вам это все там сделают. Это город С. У нас в гостях Дмитрий Балькин, заместитель начальника управления МВД России по городу Самаре. Мы сегодня говорим о портале госуслуг, о получении услуг. Можете звонить к нам в студию 202-11-22. Пожалуйста, Дмитрий Геннадьевич с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Майонез не затронули тему, еще так. Проскользили мимо государственных услуг, связанных с получением справок о судимости. То есть это разговор заслуживает отдельного какого-то времени, да? Не отдельного времени, но хотелось бы тоже людям разъяснить, что данные справки можно тоже самое получать на портале государственных услуг в электронном виде. И в электронном виде их же и получать уже вам будут присылать их в электронном виде туда, куда вы скажете, на ваш электронный адрес. Эти справки в настоящее время достаточно актуальны, часто за ними обращаются, потому что многие учреждения при приеме людей на работу, это и учителя, и медработники. Сейчас уже сотрудники банков и кредитных учреждений, которые устраиваются вновь, берутся на работу. Руководители требуют предоставить справку о судимости о наличии, чтобы принять решение, брать или не брать человека. Эта справка актуальна при получении лицензии на оружие, которое, значит, Росгвардия у нас выдает, все эти моменты, они должны быть определены. И гораздо удобнее, гораздо удобнее получать все эти документы, можно даже уже сейчас, не выходя из дома. Вот данную категорию документов, если зарегистрированы в портале государственных услуг, и если подтверждение у тебя уже есть, эту справку вы можете получить на свой электронный адрес, на свою электронную почту. Но это вот как раз в течение 30 дней будет. Да, это будет в течение 30 дней. Но еще раз повторюсь, сейчас руководителями нашего ведомства стоит это все на особом контроле. И те люди, которые через электронный портал обращаются, обслуживаются достаточно быстро. Это у вас такая рекламная акция, наверное. Не рекламная акция. Мы стремимся быть ближе к народу и работать в том формате, в котором государство нам велит. По поводу ближе к народу. Очень много. Сначала послушают телезрители, потом я задам свой вопрос. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Да, говорите, пожалуйста. Вот у меня за стенкой живут граждане Таджикистана. Имею ли я право узнать, какие именно разрешительные документы у них есть? И на какой срок они приехали? Фамилия и имя меня их не интересуют. Если это конфиденциальная информация. Вы хотите документы у них проверить? Я хочу узнать, законно ли пребывают данные люди на территории Российской Федерации. Какие именно документы у них присутствуют? Да, мы поняли. Спасибо большое. Поняли вопрос. Вы, пожалуйста, не отключайтесь. Отключились уже нет? Не отключайтесь, пожалуйста. Не отключайтесь. У вас за вашим сектором закреплен участковый полномочный сотрудник полиции. Вы можете обратиться к нему. Он проверит на законность. Нас, в принципе, интересуют адреса, в том числе и где проживают иностранные граждане, лица без гражданства, для того, чтобы посмотреть, стоят ли они на миграционном учете, все ли документы у них в порядке. Если у вас сейчас в прямом эфире есть возможность озвучить адрес, в том числе и свой, я вам гарантирую, что в течение до конца недели я вам предоставлю ответ на ваш вопрос. Если за пределами... Алло, я могу говорить? Да, да, да. Если вы не хотите это озвучить в прямом эфире, пожалуйста, за пределами эфира. Я эту процедуру уже делал. Мне ответили, что вся информация, вся, является конфиденциальной. А где вам ответили, простите? Меня такой ответ не устроил. Я желаю знать, какие именно документы у них присутствуют. Название документов. Да, спасибо. Вы можете нам назвать свой адрес? Фамилии и имя мне их не нужны. Адрес назовите, пожалуйста, свой. За пределами эфирмы. Ну, хорошо, ничего страшного. Я думаю, что мы у нашего оператора попросим возможность. Если у оператора оставить данные, я заберу. Да, перезвоните, пожалуйста, нашему оператору. Мы с вами свяжемся. Так вот, очень много спорных эмоций вызывает услуга добровольной дактилоскопии. Ну, люди говорят, что вы уже хотите совсем уж иметь все наши данные у себя в банке. И, собственно, с какой стати мы должны добровольно идти и сдавать отпечатки пальцев? Ну, никто принудительно вас туда не отправляет и никого принуждать не собирается. А все-таки для чего? По добровольной дактилоскопии. Ну, вы знаете, добровольная дактилоскопия – это услуга, она актуальна для, скажем так, пожилых граждан, людей, страдающих там определенной категорией заболеваний, да, потери памяти и всего остального. Если оказана эта услуга, то легче потом человека найти, да, дактилоскопировать, когда много у нас людей находится, таких, которые не помнят свою фамилию, не знают имя, отчества и всего остального. Если человек дактилоскопированный, его отпечатки есть в базе, сразу устанавливайте, родственникам сообщаем, кто это такой. Все. Ну, много других моментов, связанных, где потом будет востребовано, значит, моменты, связанные с установлением вашей личности, когда вы там потеряли паспорт, или установочные данные ваши требуются быстрее подтвердить, установить. Когда вы дактилоскопированы и в базе ваши отпечатки есть, вы говорите, да, я потерял паспорт для подтверждения моих данных, я добровольно, я дактилоскопирован, через дактилоскопию это подтверждается все гораздо быстрее. Поэтому, как бы, вот я добровольно дактилоскопирую. Я думаю, вы, наверное, добровольно принудительно дактилоскопирую. А ведь очень часто бывают ситуации, вот может ли это помочь, если человек за границей, у него украли паспорт, украли документы? То же самое, да, то же самое, как подтверждение личности данного человека, я еще раз повторяюсь, это достаточно серьезный инструмент. И поэтому не надо бояться, не надо, что в этом такого, если вы допропорядочный гражданин, не рушаете действующее законодательство, что бояться? Вы же сетчатку глаза сдаете, когда оформляете загранпаспорт. Ну, это уже мы не выбираем добровольно. Есть звонок, да, у нас еще? Алло, здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Сергей. Добрый вечер. Очень приятно. Я работаю в государственной организации, и мне пришла бумага на 5 тысяч штрафов за запрещающий знак светофора. И почему-то было написано, что это повторные нарушения, 5 тысяч. Как объяснить? У меня не было до этого ни разу нарушений. С 84-го года. Ну, во-первых, данные штрафа приходят собственникам транспортного средства. Вы работаете в государственной организации, значит, транспортные средства вам принадлежат на праве собственности или нет? Это юридическому лицу. Юридическому лицу, значит, все это должно было приходить юридическому лицу. Да. Туда, на предприятии, да? Значит, на данной машине, которой вы управляете, которая принадлежит данному юридическому лицу, данная категория нарушений уже допускалась. Может быть, не вами, может быть, другим водителям. В этой ситуации тоже необходимо проводить моменты, связанные с квалификацией данного нарушения. Если вам указывают на повторность, необходимо обратиться в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения и доказать, что первый раз данным транспортным средством управляли не вы. А руководитель предприятия вашего, который принимал решение о плате или не оплате этого штрафа в настоящее время, он что говорит, что поясняет? Это штраф, написан, пришел от ГАИ на 65 тысяч. Да, штраф пришел от ГАИ на юридическое лицо ООО «Символ», например, водителем которого вы являетесь и транспортным средством, которым вы управляли. Он же приходит вашему руководителю, руководитель посмотрел по документам, что на данной машине данное нарушение было допущено второй раз. Так? Так. Он первый раз, когда было допущено нарушение, кто управлял данным транспортным средством? Вы или... Управление было только один раз. Вторичного не было. Вторичного не было? Обязательно, вторичное почему-то непонятно. А если у нас, например, в организации 200 или 400 машин, и что, например, кто-то передо мной нарушил, и так последующая цепочка... Нет, нет, нет. Не надо путать 200 или 400 машин или одно транспортное средство, на котором установлен выданный и закрепленный за данным транспортным средством регистрационный знак. Вы, пожалуйста, свои установочные данные оставьте оператору, да, и контактный телефон. Я с вами завтра свяжусь, и мы более конкретно переговорим, разберемся. Я думаю, то же самое до конца недели. Все эти моменты мы с вами разрешим, и все будет нормально. Все точки над и расставим. Хорошо, большое спасибо. Вам спасибо. Да, спасибо за звонок. Прямо несколько минут у нас еще есть. Я думаю, что если есть вопросы, то, пожалуйста, наберите 202-11-22, только уже не тяните с этим. Дмитрий Геннадьевич, еще вот меня заинтересовало флажок, где было написано выдача удостоверения частного детектива. Услуга пользуется спросом? Обращаются люди по этому вопросу? Да, то же самое в настоящее время, эта услуга достаточно востребована. Есть люди, которые хотят заниматься данным видом деятельности, занимаются, причем занимаются достаточно профессионально, и поэтому то же самое здесь. Но эта услуга, она для определенной категории людей предназначена. А так, да, в настоящее время в Самаре есть пользователи данной услуги, то же самое. Я сегодня нашла один из форумов, где пишут полицейские, как раз обсуждают портал госуслуг, активность людей. И вот пишут, что жалуются на то, что гражданам на самом деле проще прийти лично, чем писать заявление в электронном виде. Но мы обещали приоритет зрителям, поэтому слушаем звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. У меня такой вот вопрос. У нас уже два года перед подъездом стоит машина, она не действует у них, то есть они на ней не ездят. Как бы ее убрать? Сейчас поедем, наверное, с вами. Ну, участковый, полномочный, вы то же самое, оставьте адрес свой в... Да, сейчас за эфиром оператору, пожалуйста. И мы, я думаю, разберемся, оставьте адрес и телефон в конкретном случае в этом... Это во дворе стоит машина, да? Она принадлежит... Да, она во дворе ГАИ, в гор ГАИ, Воронежская, 51, четвертый подъезд. Она принадлежит жителям вашего дома? Ни дворники убрать не могут, ничего стоит, как это. Принадлежит кому-то из жителей вашего дома? Там же вы все друг друга знаете, там двухэтажки. Ну, да, с пятого этажа уже ему несколько раз говорили, чтобы убрал машину. Он что, поясняет? Не убирает. Не убирает, да? Но, к сожалению, в этом случае у нас тоже достаточно мало рычагов, чтобы заставить владельца данного транспортного средства его убрать. Здесь необходимо... Мы со своей стороны сейчас проведем комплекс каких-то мероприятий, участковый, полномочный побеседует, посмотрим, работает ли у него эта машина, что он с ней собирается в дальнейшем делать. Но если правила дорожного движения он не нарушает, а я правильно понимаю, что он стоит параллельно к краю проезжей части, не на тротуаре, а на предназначенном для проезда транспортных средств месте, на дворовом проезде пускай, то здесь, к сожалению, скорее всего, мы вам помочь ничем не сможем. Здесь необходимо какой-то консенсус вам находить, как жителям одного двора, одного дома, объяснять, что необходимо навести порядок, в том числе, чтобы и жить все вместе хорошо было. Но она, наверное, там грязью вся заросла уже, да, ОС? Да, конечно, она грязная стоит. Оставьте, пожалуйста, свои установочные данные. Мы с вами свяжемся за пределами эфира. Я думаю, посмотрим, побеседуем, что в наших силах мы постараемся принять. Дмитрий Геннадьевич, прям буквально два слова, потому что эфир заканчивается. Давайте продлим. Так обращаются... Да, давайте продлим. Так обращаются все-таки люди или проще прийти лично? Вот в целом по Самаре? Конечно, вот в настоящее время с созданием подтверждающих центров в органах внутренних дел у нас на базах, я еще раз говорю, что если вы берете с собой паспорт... Обращаться стали больше, да? ...паспорт и СНИЛС, проще все это сделать у нас. Спасибо большое. Спасибо, а мы прощаемся со зрителем. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...